Всем привет! Сегодня я расскажу, как можно разогнать герцовку с помощью Custom Resolution Utility. На этом ноутбуке способы, которые были показаны вообще на YouTube, не работали. И я покажу одну маленькую фишечку, которая срабатывает на этом ноутбуке. Сразу же хочу сказать, что для разгона вообще рекомендуется матрица TN, которая очень эластична для таких вот разгонов, всяких экспериментов. Возможно IPS. В этом видео я покажу, как разогнать герцовку и как ее можно будет сбросить в случае неудачного опыта. Нам пригодится программа Custom Resolution Utility, ссылка на которую будет в описании. Эта программа полностью бесплатная, она в репаках не нуждается. Здесь у нас в папке имеется информация, которая нам не нужна. Сам exe файл это CRU. И restart, которые нам тоже не пригодятся. И reset all. reset all нужен для того, чтобы сбросить все настройки, которые нам могут пригодиться, если у нас будет какая-то поломка. Давайте начнем. У нас вот имеется мое разрешение, это на моем втором ноутбуке. Для того, чтобы добавить герцовку, жмем add. И нас интересует refresh rate. Последние три цифры я менять не рекомендую. Как показал опыт, этого делать не надо. На моем, этом втором ноутбуке, максимум рекомендуется 90 герц. Поэтому я выбрал 90, сразу тоже скажу. Не ставьте 120, не ставьте 140, не ставьте 300. Пробуйте поочередно. То есть, если у вас 60 герц просто, пробуйте 90. Если 90 сработает, но у вас уже появляется такая белизна, я не помню, как официально это называется, но такая белизна, типа беленький такой отрывочек на экране может быть. Но не отрывочек, а оттеночек. То тогда уже максимум 100. Это вот я сужу по себе. Если на 90 появляется такая белизна, то 100 это предел. То есть, на этом ноутбуке 101 герц и изображение уже не появляется. Если у вас 120 герц, то можете попробовать 140 сделать. Если у вас 140, можете попробовать 160. Если у вас будет черный экран или пропадет изображение, то просто досмотрите ролик до конца и делайте все аккуратно. Смотрите, вот я выставил 90 герц. Я просто жму ОК, то есть я ничего не делаю, это элементарная вещь. Это мы тоже не трогаем. Теперь, чего не показывают другие блогеры. Нам нужно нажать не на какой-то там ОК и Растартул, а нам нужно нажать на Экспорт. Давайте условно на рабочий стол. Выбираем здесь экзефайл. Пишем, я не знаю, там, Монитор. Жмем Сохранить. И у нас появляется здесь файлик под названием Монитор. Вот это мы можем закрыть уже. Теперь мы просто открываем этот файлик. Он, кстати, может детектиться как вирусы, может быть обнаружены угрозы. Это все потому, что он немножко меняет свойства, так сказать, дисплея. Я не углублялся в это. Просто жмем Install Edit и жмем ОК. Нам говорят нажать на Растарт.exe, но у меня это не помогает. То есть вы можете попробовать Растарт сделать, но у меня, по крайней мере, герцовка после этого не появляется. После того, как мы поставили этот Edit, мы должны просто перезагрузить наш ноутбук. Ну или компьютер. И давайте это сделаем. Вот я перезагружаю ноутбук. Сами все видите. Я выставил 90 Гц. Он у нас запускается. Впрочем, как обычно, ничего не меняется. И у нас вроде как автоматом должна выставиться герцовка. Но этого не произошло. Давайте-ка глянем параметры. Заходим в параметры экрана. Расширенные параметры. Вот, появилось 90 Гц. Жмем. И вот наши 90 Гц. Вы их, конечно, не увидите. Моя камера умеет писать только 30 кадров, к сожалению. Но здесь реально 90 Гц. Может, будет плавнее видно, но... Да, здесь 90 Гц. И можем вернуть обратно 60. Теперь самый главный совет. Не оставляйте эту герцовку на продолжительное время. То есть, используйте этот способ. И вообще, какой-либо способ. Это не зависит от программы, от чего-либо. Если у вас такая герцовка просто-напросто не дана, значит, на это расчета нет. 90 Гц можете ставить для... Сан-Адрески, для GTA V, для чего угодно. Но после того, как вы доиграете в свою игру, верните обратно там 60 или 90. Сколько у вас там было по умолчанию. Потому что... Давайте я сейчас вот поставлю 90 Гц. Здесь... Вот здесь видно. Здесь видно чуть-чуть, очень слабо, что здесь есть белый такой оттеночек. Я думаю, вы его должны увидеть. Ещё самое главное, не ложите в спячку такую герцовку, потому что у вас после пробуждения будет просто розовый экран. Теперь давайте я покажу, что будет, если выставить неадекватное значение. Если у вас будет отвал, мы его сейчас увидим. Если у вас будет отвал, мы просто берём и включаем-выключаем наше устройство 3 раза. Герцовка у нас появится. У нас будет 120 Гц, то есть ради декоративных приколов. Очень даже можно. У меня 103. И вот что у меня происходит. Вот такая вот вещь. Кстати, если у вас будет такой отвал, вы можете попробовать не применять. То есть просто жмёте пробел. Это вот у вас такой был типа диалог «Сохранить изменения». Для того, чтобы сохранить такой отвал, нам нужно, по идее, нажать стрелку влево, а потом уже пробел или Enter. Чтобы откатить, либо вы вообще не трогаете устройство на протяжении 15 секунд, либо нажмите «Пробел» и отмените. Вот, давайте я вот сохраню. Вот я, допустим, вот такой вот странный человек. У меня теперь вот такой отвал страшный. Теперь выключаем наше устройство. Он у меня лёг в спячку, поэтому я его запускаю. Теперь зажимаю. Вот, вот так. Вот у нас отвал. Очень страшный. А теперь берём, включаем. У нас появляется логотип, и мы сразу же зажимаем. Теперь включаем. У нас он включается. Появляется логотип. А, вот, всё, уже подготовка к автоматическому восстановлению. Нам это делать нужно несколько раз. В основном это три неудачных включения, так сказать. Когда мы попадаем в это автоматическое восстановление, у нас начинается диагностика компьютера, и здесь мы сможем выбрать восстановление системы в безопасном режиме. Также, если у вас старенькое устройство, вы можете попробовать нажать несколько раз F8 во время запуска, и у вас будет вопрос, там, безопасный режим, ещё какой-то режим. Мы это можем и здесь делать. Дополнительные параметры, поиски и устранения, параметры загрузки, и опять перезагружаемся. У нас там только что был вариант безопасный режим, и мы сейчас в него войдём. У меня стоит старый загрузчик, у вас будет немножко другой вид. Там всё аналогично. Жмём безопасный режим, и у нас запускается безопасный режим. Вот у нас сейчас никакого разрешения экрана нету. Подготовка Windows. Теперь наш подготовленный файлик под названием ResetAllExe мы просто берём и открываем. У нас тут спрашивают, сбросить все параметры дисплея неактивные. Жмём «Да», жмём «Окей». Теперь снова перезагружаемся. Перезагружаемся. И у нас никаких проблем больше нет. И у нас пропадает 103 Гц, который я указал, у нас пропадает 90 Гц. То есть, как бы, да, если у вас будет во время запуска меняться герцовка, что у меня, кстати, тоже раньше происходило, сейчас почему-то нет, то вам придётся делать эти действия. Если же у вас просто меняется герцовка, попробуйте нащупать как-то вот здесь. Либо вот вы меняете герцовку, просто жмёте пробел, потому что сначала выделена кнопка «Отменить изменения». На этом у меня всё. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если я вам помог, напишите в комментариях. Буду очень благодарен. Желаю всем удачи. И до скорой встречи.